вот такое мясо получается с таким маринадом получается нежное с таким маринадом можно приготовить абсолютно любое мясо говядину свинину баранину ногу баранью там я не знаю ногу свиную и она просто получается ну беспроигрышная всегда вообще вот только сейчас вытащили моего я его отрезала и хочу вам просто показать насколько она нежная она конечно горячая но его же можно и горячим есть поэтому очень тяжело снимать и все это вот смотрите обычной вилкой и посмотрите что происходит видите конечно когда она будет холодно она застынет она не будет так ломаться она будет ровненькая и вот прям ну посмотрите какая красота вот насколько она сейчас даже попробую ребята надо обязательно готовить только такое масло это просто песня всем приятного аппетита я извиняюсь камеру отключаю я пошла есть он держаться нету больше сил все всех люблю готовьте всем приятного аппетита а приготовить эту буженину очень просто нам потребуется большой кусок свинины у меня он такой ну я так думаю здесь наверно кило 800 большой его помыла посолила посыпала перцем потом посыпала еще смесью из пяти перцев такой душистенький разный сухим чесноком посыпала все это я сделала с двух сторон и вниз положила вниз положила лаврушечку вот так вот вот видите внизу лежит лаврушечка что дальше мы делаем дальше мы делаем вот она у нас такая прям шикарная дальше мы делаем провернутый через мясорубку лук вот такая кажется получается начинаем выкладывать на нашу буженину и полностью нам нужно ее полностью укрыть этим луком вот мы его все покроем чтобы она прям полностью у нас закрылась так так вот это мы сделали с вами да все полностью хорошо так что дальше мы делаем берег берем соевый соус и вот так вот чуть-чуть поливаем соевым соусом немного без без фанатизма полили и еще я поливаю чуть-чуть немного медом прям вот ну совсем символически так вот прям чуть-чуть все мы ее с вами замариновали в таком виде ну конечно и совсем таком она у нас с вами остается на ночь прям здесь на столе а утром я ее поставлю в духовку утро поставили буженину духовку немножко фольгу совсем не открывали одну чуть-чуть приоткрыли и вот такой виде она у нас теперь с вами будет запекаться буженина запекается у меня уже три с половиной часа на температуре 180 градусов вот сейчас мы будем смотреть что там происходит она по-прежнему у меня за пальмой наши действия теперь мы берем нож и протыкаем и смотрим если у нас нет выделения таких кровяных вот реально явно не готовых нам нужно стараться в самое толстое место проткнуть и посмотреть что ага вот теперь выделяется такой белый сок что мы теперь дальше делаем дальше мы берем и снимаем пальцы так и запекаем обратно и оставляем это еще дело как минимум на 30 минут так прошло еще 30 минут и вот мы сейчас с вами будем смотреть я думаю что она уже готова и вот такая красота у нас с вами видите еще все и вот теперь в принципе можно уже вытаскивать ну все и вот сейчас Продолжение следует...